Все, доброе утро. Всем доброе утро. Мы начнем... А, сегодня же в Иерусалиме Пурим, Шушан Пурим. И я поздравляю всех с Пуримом, те, которые уже отпраздновали, и те, которые только будут праздновать. Значит, всех поздравляю с Пуримом, прошедшим, наступающим, наступившим и будущим даже, тоже одновременно. И мы сегодня продолжаем изучать Мишли. Интересно, прямо мой урок из Пурима, что Ецарара, он очень сильно мешает. Вот Пурим, это... Если кто еще в Иерусалиме, значит, вы можете сейчас успеть. И я думаю, что все остальные тоже могут еще успеть молиться. Пурим – это время, когда открываются ворота небесные для молитвы. То есть, это прямо написано, что каждый, кто в Пурим молится, ему дают с небес. И, значит, дают ему с небес, и поэтому в Пурим надо молиться. Теперь, но чтобы было в мире равновесие, всем доброе утро, всем доброе утро, то Бог же делает, чтобы все было честно. То есть, если он тут открывает ворота, он создает прямо противоположную силу, чтобы уравновесить эту ситуацию. И поэтому все заповеди в Пурим, там, пить, есть, все, они уводят от молитвы. Реально уводят от молитвы. И получается, что тот, кто сумел преодолеть себе вот это вот свое злое начало, он это время использовал для молитвы. А все остальные, вместо того, чтобы молиться, просить у Бога то, что им нужно, просто пробухали. Я не видел ни одной такой заповеди, чтобы с таким остервенением все ее выполняли. Это, причем это такой, часть заповеди Дерабанан, именно вот изучают, как напиться там, чтобы сильнее. Это не главное. Это, наоборот, идет против вообще сути праздника. Яков Шатанин, вот у Якова есть сегодня возможность, за всех нас, Яков, молись, не пропускай молитву. То есть, сегодня день молитвы, прям проси, молись, разговаривай с Богом, чтобы он все тебе дал. Помолись за портал Ваикра, пожалуйста. Яков Шатанин, директор портала Ваикра, и он сейчас, значит, его основной, ЮЗМ, молись. Наша задача, чтобы портал Ваикра помогал 200 тысяч. 200 тысяч человек, мы хотим, чтобы они получали, прямо, знания в самом лучшем формате. И 200 равинов, чтобы писали у нас, писали, обучали. Я сейчас зашел, прям радость. Каждый что-то пишет, все разноплановые такие равины. Женщин очень много, которые делятся ТОРы, прям реально молодцы. Яков желаю, чтобы в 2000, вот, чтобы в этом году, до следующего Пурима, у нас было 200 тысяч подписчиков регулярных. И на фейсбуке, на странице 200 тысяч подписчиков на Ваикре. И чтобы было 200 равинов, которые мы их обучим, чтобы они прямо обучали ТОРе, прям на самом высшем уровне. Все. А мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, где он делится мудростью, прямо самой главной мудростью мира, как оно все работает. И в 21 отрывке он опять обращается к сыну, то есть, получается, Бог через ТОРу, через царя Соломона обращается к каждому. И говорит, бни, аль ялузу мейнеха. Пусть не уйдут, ялузы, такое слово, вот. В общем, имеется в виду, что не сдвинутся они от твоих глаз, слова ТОРы. То есть, это тоже очень важно, как написано было до этого, мы учили, напиши слово ТОРы на скрижалях твоего сердца. То есть, у человека есть, как бы, внутри есть целая картотека слайдов, фильмов. То есть, все, что человек видит, оно у него откладывается в его картотеке, в голове, да, в долговременной памяти. И дальше, каждая новая информация у него вызывает из этой картотеки, как выходят пластиночки. Выходят пластиночки с воспоминаниями. А, вот эта машина, она похожа на ту машину, которую я когда-то видел в журнале. А, ну и так далее. То есть, человек видит новое, но на самом деле он только цепляется за это новое и поднимает воспоминания из своего старого, из жесткого хранилища, из жесткого диска этого. Так, значит, получается, что если человек каждый день видит, вот то, что ты видишь сейчас, это входящая, как бы, информация, да, то, что у тебя, вот в данный момент, вот вы видите дерево, да, я вижу дерево. У меня сразу всплывает, предыдущий урок наш, да, мы учили, что Тора это древо жизни для тех, кто за нее держится. Вот я вижу дерево, и у меня всплывает этот пасук. Но если бы я его не знал, то я вижу дерево, ну, дерево какое-то, у лукоморья дуб зеленый, тоже у меня всплывает, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Вот я наизусть помню Пушкина у лукоморья, а зачем, непонятно, да, но я когда-то запомнил про этого дуба зеленого, да, и сейчас у меня Тора, она перебивает дуба, да, то есть древо жизни, она для тех, кто за нее держится. Но если я не буду учить Тору ежедневно, если бы у меня не было тех уроков, которые мы прошли, Мишли, тогда я бы мог забыть, то есть у человека то, что он сейчас видит, это как семена, которые прорастают. Поэтому здесь нам сказал царь Соломон, бни, аль ялузу миенеха, то есть не отодвинуться они от твоих глаз. То есть ты все время должен читать Тору, когда вот показывают в синагоге два раза в неделю, обязательно по понедельникам и по четвергам, читают свиток Торы, то есть нельзя, чтобы больше трех дней проходило. То есть ты должен постоянно быть на контакте с Торой, и чтобы не отходила она от твоих глаз. Нцор тушия умазима. И тогда нцор это как будет сохранять, удерживать тушия умазима. Значит здесь такие сложные слова, тушия это тоже одно из обозначений Торы, говорят, что тушия это какие-то... Разумность и рассудительность. Разумность и рассудительность, они говорят. Сохраняй разумность, сохранит Тора. Сохрани разумность. Сохрани, нцор. Сохрани разумность и рассудительность, так переводят переводчики. Но я, насколько я помню, объяснение слов тушия в этом случае объясняет Малбим так. Он объясняет, что Тушия и Мазима есть какие-то особые знания, которые открываются особым людям, и Бог сохраняет. То есть от сотворения мира было задумано, что на поколение 10-е родится Ноах. Ноах был 10-е поколение от Адама Решона. И для Ноаха уже было приготовлено, он родился уже другим. То есть для него было приготовлено особое знание для Ноаха. Значит дальше, Ноах, с Богом у него был свой какой-то личный диалог, в котором он обычно, у каждого человека есть его потенциал. И есть в Мишле, мы дальше будем учить, есть такое выражение, что тот, кто не дорабатывает, он как тот, кто портит. Тот, кто не дорабатывает до своего потенциала, то есть он не реализовывает свой потенциал, это как тот, кто нарушает. То есть он как брат для того, кто портит. Получается такая вещь интересная. Как-то Раби Строль Салантр, как-то он изучал Рамбама и понял какое-то место, что там тысячи лет было непонятное. А он понял это место, как оно, и он упал без сознания, потерял от страха сознание. Его потом очнулся, и он говорит, я сейчас, чего я испугался, он объясняет ученикам. Потому что когда я понял, какой мне Бог дал интеллект, я понял, как он с меня спросит, как я его использовал, этот интеллект. То есть я понял, что, и он еще более самоотверженно служил Всевышнему, понимая, что раз ему Бог дал такие таланты, значит у него такая миссия серьезная. И значит, и этим, возможно, я думал, объясняется такая вещь, почему есть праведник, которому плохо. Есть праведник, которому хорошо, есть праведник, которому плохо. С одной стороны, они оба праведники, но, возможно, Гмара такой не дает вариант, но это именно у меня возникло, я обдумывал это, что есть праведник и праведник, только один праведник, он по максимуму реализовал свой потенциал, ему хорошо. А тот праведник, который он праведник, он все делает идеально, но у него потенциал-то намного выше, и вот этот вот праведник, ему плохо, потому что он не реализовал свой потенциал, и Бог его подталкивает через страдания, чтобы он шел, двигался дальше, он не может остановиться. Как написано, когда Яаков Авину, он хотел жить уже в шалве, ну, шала, это такое прямо спокойствие, радость, и у него случилась неприятность с Юсефом. То есть праведник в этом мире, он должен двигаться вперед и двигать мир вперед. А если он останавливается, Бог ему не дает остановиться через страдания. То есть у тебя есть или страдания, и ты вылазишь на тот уровень, где ты был, или ты находишься на этом уровне, и ты сам себе создаешь страдания тем, что ты лезешь на следующий уровень. И это тоже страдание, потому что ты все равно лезешь вверх. Но если ты хочешь плыть по течению, Бог говорит, нет, этот мир не для плавания по течению. И вот Малбим объясняет, что бни алиалузуми и неха, то есть твоя задача, сынок, это не оставлять слова Торы, чтобы они не уходили от твоих глаз. И дальше, нецор туши умазима, и сохранено вот какое-то тайное знание, и мазима, это, ну, что-то вот подготовленное, мазима, это бемезит, вот тот же корень, что-то подготовленное. Оно есть в каждом поколении, и для тебя в какой-то момент тебе откроется там то, что ты должен сделать. Главное, что будь готов. Будь готов. А как ты будь готов? Учи Тору, тогда ты готов. Тогда ты знаешь, в какой момент тебя там Всевышний куда позовет. Пасух 21. Дальше было, например, это же неудивительно, что Машера Бейну, это 26 поколение от выхода, от первого человека. А имя Всевышнего, это Юткай Вавкей, это четырехбуквенное имя Всевышнего, Юткай Вавкей, Дематрия 26. И Машера Бейну на 26 поколении выводит народ Израиля из Египта и получает Тору. И Машера Бейну, какая у него была судьба? Он родился, сразу наполнилась комната светом. Он, значит, воспитывался во дворце у фараона. Потом он ушел. Потом он пришел, и ему 80 лет, и в это время он пасет этих самых овец, и тут куст горит и не сгорает. И Бог ему говорит, выйди и выводи евреев из Египта. Он там не был уже 60 лет. И он говорит, почему я? Есть Аарон, почему я? То есть он отказывается. Но для Машера Бейну было подготовлено. Он был тот человек, который должен был это сделать. Это именно он должен был это сделать. И возникает другой вопрос. А если бы он не был к этому готов? То есть если бы он своей жизнью испортил бы, да? То есть он бы не был на таком высоком духовном уровне. Что было бы? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что, ну, не знаю. Может быть, Арбеш Лухим Лимаком, может быть, был кто-то в том же поколении, который был как мужа. Ну, хотя вся эта история, она же была, ну, как бы изначально вся создана, да? Вот он родился, его в Нил отдали, дочка фараона взяла. Ну, непонятно. Может быть, Аарон действительно тогда вывел бы евреев из Египта. То есть, может быть, у Аарона, не Аарон, так Пинхас вывел бы, ну, в следующем поколении. То есть, было, например, было интересно, что папа Юшуа бен Нуна, Нун, он был, он поднял колено Ефраема за 30 дней до настоящего исхода из Египта. И он поднял колено Ефраема, и они пошли в Эра Цестраэль. За 30 лет до исхода из Египта. И их убили. То есть они пошли раньше времени, и он погиб, но это был Нун. А кто зашел в Эра Цестраэль? Юшуа бен Нун. Юшуа сын Нуна, он зашел в Эра Цестраэль и завел евреев. Не Маше Рабейну. То есть, очевидно, есть какой-то люфт, и он зависит от того, как ведет себя вообще народ. Вот, например, было, когда Раби Атиба сказал, что Баркохба, Баркохба, он был, ну, глава, как бы, евреев тогда, и Раби Атиба говорит, он Машех. А мудрецы сказали все, он не Машех. И Баркохба побеждает, он даже выпускает свои деньги, побеждает во всех его войнах. Там страшные были вообще, ну, войны у него были, то есть никто не мог его победить. Римляне там вообще убегали просто. И интересно рассказывается история, как потом была осада Байтара, и они сидят в этом Байтаре, и сидел Раби Элизар Амудаи, и он сидел и молился, и у него была сила. Но другие мудрецы не приняли Баркохбу. То есть Раби Атиба сказал, что Баркохба это Машех. Другие мудрецы сказали, он не Машех. Но Раби Элизар Амудаи, он за него молился, и написано, что не могли взять Байтар. Но потом там подкрутили всю историю, и Баркохба убил этого Раби Элизара Амудаи. Он прямо, он был, ну, то есть они были такие очень мощные личности, да. И сразу пал Байтар, все. То есть, но что получается? Если бы все мудрецы, которые были уровня Раби Акибы, они бы признали бы, что он Машех, и они бы все за него помолились, и все бы его поддержали, то возможно он был бы Машех. То есть в каждом поколении есть люфт, есть возможность, есть потенциальный Машех, есть потенциал у каждого человека, особенно в какие-то моменты, как вот был Пурим, например, был потенциал у каждого. Может еще и сегодня есть потенциал у каждого. Именно если собраться, помолиться, оп, и включится какая-то новая история. Но большинство людей не используют свои потенциалы. Они просто живут в рутине, как бы выполняя механически одни и те же действия. Теперь двигаемся дальше. 22-й отрывок. 22-й отрывок это «Вэйю хаим ленавшеха, и будут слова Торы жизнью для твоей души, вэхэн ле гар гаратеха, и будут они приятностью для твоего горла». Значит, что имеется в виду? Если слова Торы будут у тебя в голове, то тогда они будут оживлять твое тело. Что значит «они будут оживлять твое тело»? Значит, вообще написано, тут странная вещь такая. С одной стороны написано, что Тора, она забирает силу человека. То шешет кухо шелядам. Значит, есть много историй, как человек начинает учить Тору, и у него действительно становится меньше сил. На что у него становится меньше сил? На физический мир. Он становится такой более расслабленный, более спокойный. Его не цепляют вот эти все маркетинговые штуки, истории. Он начинает работать над собой, и он понимает, что зависть не должна ему управлять. Он не может ни с кем соревноваться. Что Бог каждому дал свой удел, каждому дал свою работу. Он становится, как бы во внешнем мире, он становится менее активный. Это человек Торы. Теперь у него, как бы, становится меньше сил. Но, с другой стороны, все Равлияшев, Равштейман, все наши мудрецы, которые вот именно олицетворение Торы последних поколений, Мира Ишив, да, которые всю жизнь только учат Тору, они все умерли больше ста лет. То есть они, и причем до ста лет, они проводят уроки. Они живы, они... Как это совместить? Потому что Тора, есть заповедь из Торы, которая прям конкретно очень охраняет, сохраняйте ваши души. Тот же Равшах очень сильно следил за здоровьем. Если ему кто-то, там, врач, ну, те люди, кого он именно уважал, говорили, что нужно что-то изменить в своем поведении, в своем режиме дня, он тут же это менял. То есть он слушал врачей. И это люди, ну, люди Торы, они управляют собой. И получается, что Тора, она дает хаимли на вшех, она дает жизненность для... Нафиш это животная душа. То есть ты становишься более жизненным. Ты не... Если, опять же, я говорю про людей Торы настоящих, потому что есть люди, которые, они как бы одеты, ну, переодеты в религиозных, но они не соблюдают. А есть книга, например, очень классная книга, называется, ну, «Здоровье по Торе». Прям там гениальнейшая книга, которую написал как раз помощник Рафшаха, которого был личный помощник Асхайек. Есть на русском ее переведены. Все, то есть это настолько четко все рассказано, как надо жить по Торе, здоровый образ жизни, здоровое питание, тренировка, вода. Все совпадает с последними исследованиями медицины, которые только есть. Теперь дальше. Значит, то-то учит Тору, и будет они жизненностью для твоей души, вот этой животной, вэхэн ле гаргаратеха. И будут они приятностью для твоего горла. Что имеется в виду? Значит, Тора, она придает огромную важность тому, что ты говоришь. То есть огромную важность. Человек не имеет права говорить, «Лашонара» – это злоязычие, даже если это правда. Есть очень классная, вот одна из самых ключевых таких фраз в Торе, это «Истейлим». «Ми аиш ахафет с хаим». Кто человек, который жаждет жизни, настоящей жизни? «Ми аиш ахафет с хаим». «Оэв» – это ответ идет. «Оэв ямав ле рот тоф». Тот, кто любит все дни свои, видит только добро. То есть он обращает внимание на позитивные вещи вокруг себя. И дальше идет совет ему. «Останови свой язык от зла». То есть любое слово, вот я вчера разговаривал, даже один раввин, раввин-раввин, цадик, раввин, умный человек вообще, напурим. Я его, ну мы с ним разговаривали, он говорит, «Я умираю за Равом Зильбером». Ну там, какой Рав Зильбер человек, он изначально, он не русскоязычный этот раввин, он двоючил русский. Но он использует слова «Умираю», «Болею», «Ну там, не могу». Ну то есть такой лошон, который он разъедает. Не надо говорить, «Я умираю за Равом Зильбером», там, «Так он мне нравится». «Я жив наоборот», «Я оживляюсь с Равом Зильбером», «Я вдохновляюсь с Равом Зильбером». «Захронотся дикли в рахань». Не надо говорить, «Я болею за кого-то, за команду». Надо говорить, «Я сопереживаю, я вдохновляюсь их игрой», ну и так далее. То есть не надо. Слова — это то, что создает мир, в котором живет человек. И поэтому сказал царь Давид, «Нецор лошонха мира, останови свой язык от зла. Ус фасейха свои уста, медабер мирма, говорит мирма». Что такое мирма? Мирма — это обман. Но любой человек, который вообще в принципе говорит, можно назвать, что он мираме. Что такое мираме? Он изменяет реальность. То есть когда я описываю любую свою мысль, или я описываю любое слово, то есть любое описание — это уже искажение реальности. То есть слова, которые человек использует, чтобы описывать любую ситуацию, это искажение ситуации. И когда человек, значит, сказал царь Давид, это не я сказал, это царь Давид в псалмах, он сказал так. «Останови зло вообще нельзя говорить, ни внутри себя, ни вслух, нельзя». «И уста свои от искажения». «Отодвинься от зла, и делай добро». То есть это путь человека. Вот есть ситуация, там какая-то ссора. Ты можешь туда влазить, а можешь не влазить. Я помню, мне больше всего запомнилось это объяснение, есть стих такой, что Илья старается активно уравновесить зло добром. Увидел парня, бьют мальчишку. Красиво рядом станцевал. То есть это сурмира, отодвинься от зла, и делай добро. Понятно, да, идея? Что? Ну, это может смешной пример, но он именно передает, что всегда есть возможность или бороться со злом, или создавать добро. Понятно, да? Теперь сурмира васетов, оэв шалом, люби мир. Люби мир, люби шлымут, люби соединение. То есть, а как достигнуть мира? Первое, чтобы достигнуть мира, это нецерлышан хамера, станови свой язык от зла. Когда ты останавливаешь свой язык от зла, вот, например, сейчас у нас была ситуация, когда мы там, ну, обещали что-то сделать людям, и сейчас мы не можем это сделать. И мы позвонили, это яркий пример того, вот, позитивного подхода, настоящего, это религиозно, по-настоящему люди. И мы говорим, вы знаете, нам так неудобно, мы там обещали, но не смогли. И они говорят, все отлично, ничего нет неудобного, вы не должны страдать там, ну, то есть, нам наоборот было бы хуже, если бы вы выполнили свое обещание, и чувствовали себя неудобно. Пожалуйста, вообще, главное, не чувствуйте себя неудобно. Вот это яркий пример. Сур-Мира, отодвинься от зла и делай добро. И то, как они описали ситуацию, есть вот самый известный пример, того, как, как вот это вот отодвинься от зла и делай добро. И самый такой, два примера я сейчас расскажу, и на этом мы сегодняшний урок закончим. Первый пример, это Хафецхайм. Хафецхайм, у него был такой великий мудрец, и у него на вокзале вор украл кошелек. И он убегал, и Хафецхайм бежал за ним, и кричал ему, ты у меня не украл кошелек, я тебе его подарил. Он ему кричит, все, нету зла, я тебе конкретно дарю этот кошелек, нету, все. То есть, когда произошла ситуация, что у него украли, в его было силах так ее интерпретировать, чтобы кражи не было. Он не хотел создавать в мире еще одного преступника и у себя потерю. Он подумал так, раз у меня уже этого кошелька нету, наверное, этот человек ворует не от хорошей жизни. Наверное, у него есть тяжелейшая жизнь, и он сидел в тюрьме, у него есть какие-то в жизни проблемы, которые, не дай Бог, чтобы у кого были. И он думает, уже все это, проехали. Я тебе подарил, все, нету кражи. Я сделал подарок бедному человеку, который вынужден воровать, рисковать своей жизнью, потому что своей свободой, то есть, это, ну, не от хорошей жизни люди идут воровать. И он решил вот так эту ситуацию изменить. Это первая история. Вторая история, это евреи, тоже хаббатники такие, да, вот у них есть такая сила внутренняя очень. И они как-то в советское время их посадили в тюрьму. Тридцатые годы, сороковые годы, там, пятьдесятые годы. Их посадили в камеру. Вот они сидят в камере, значит, и не знают, что делать. И, а в камере было ведро такое, где вместо туалета ведро. И один из них начал плакать и говорит, что же за жизнь у меня такая, говорит, что за жизнь, я даже не могу Богу помолиться, потому что запрещено молиться там, где есть, ну, плохой запах в туалет, нельзя молиться. Оно, это ведро стоит в камере, и все. И он начал плакать, что я, говорит, нахожусь в яме в таком страдании, даже Богу не могу помолиться. А второй ему говорит, ты знаешь, говорит, вот, а почему ты Богу будешь молиться, да, есть, есть заповедь, молиться, когда, тебе плохо. То есть, когда ты в час страдания, есть заповедь молиться. Мы молимся, потому что мы верующие люди, мы верим в Бога. Но есть другая заповедь. Когда у тебя есть туалет, рядом с туалетом, нельзя молиться. Значит, мы сейчас выполняем заповедь. Мы служим Всевышнему, выполняем заповедь, что нельзя молиться вместе, где туалет. Так мы же то же самое, что то заповедь, что это заповедь. Так мы должны радоваться, что мы выполняем заповедь. Тот говорит, слушай, действительно, я как бы с этой точки зрения не посмотрел на ситуацию. И они встают и начинают танцевать вокруг этого ведра, что они выполняют заповедь сейчас, не молиться, а в месте, где нельзя молиться. И они такие счастливые, что они где угодно они продолжают служить Всевышнему. Тут, значит, надзиратель смотрит в это в окно, смотрит, они танцуют возле ведра этого и радуются. Он думает, вот суки эти, ну, короче, эти, да, они даже тут находят, где радоваться, заберу это ведро у них, чтобы они не радовались. И он у них забрал это ведро, туалет из камеры, хотел их наказать. Значит, нету ведра. И они радостно начали молиться. То есть, это как раз вот это вот восприятие мира, которое мы создаем своими словами. Но следствие этого восприятия мира, написано, что тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Если я верю, что Бог меня любит, Бог мне хочет сделать что-то хорошее, он мне подготовил вот этот вот уровень игры какой-то, да, впереди только свет, только будет хорошо. Сзади я просто, может, не понял, там, расклады Бога, и мне надо было свернуть там туда. То есть, он даже, когда он со мной, что-то плохое происходит, мы учили здесь, что тот, кого Бог наказывает, он его любит. Это он так проявляет свою любовь, чтобы выпрямить на, ну, на правильный путь. Если бы я раньше сразу понял бы вот эти вот наказания, так уже бы, я бы давно был бы счастливый. А так, просто, что я не понимал, Богу пришлось дольше со мной там провозиться. То есть, если человек берет и всю свою реальность вот таким способом очищает, впереди только свет, позади, и искренне, и он к другим людям начинает также относиться, как здесь написано, что и будут они жизненностью для твоего тела, слова Торы, и будут они хэн ле гаргоратеха, они будут приятностью для твоего горла. То есть, когда человек вслух произносит свои мысли, то он, то он, если он говорит людям приятные вещи, искренне говорит, да, то у него мир вокруг него меняется. То есть, все, все люди, вот, я прямо обращал внимание, те люди, у кого в жизни много сложностей, конфликтов и так далее, они очень резкие в своих суждениях, в своих словах, в своих оценках, и именно это является причиной того, что они конфликтуют, да. Мне вчера только вот последнее хочу рассказать на эту тему, да. Одна женщина рассказывает, вот у нее там есть клиент, ну, у нее там какое-то место, там, зубная клиника, и она говорит, я с одной поругалась, и это был вопрос, ну, минимальный, вообще какой-то минимум был вопрос, но мы с ней вошли в конфликт с одной женщиной, а она, у нее было три подруги, которые лечились у меня же, и так как я с ней поругалась, она, ну, то есть, и все от меня ушли, все от меня ушли. И она говорит, я понимаю, что если бы я с ней, ну, то есть, мне казалось, что это нереально, но это все следствие, продолжение. Человек, тут он поругался, там он поругался, тут он поконфликтовал, там поконфликтовал, и он создает, он попадает совершенно в другой мир, в другой мир, и дальше начинается какая-то новая игра, поэтому давайте подведем итог, значит учим Тору, и будут они жизненностью для наших, для наших тел, и приятностью для твоего горла. Ну, учим следующее, мы потом, да, 23-е потом проучим. Все, дорогие друзья, всем шаббат шалом, пурим самех еще раз, шушан пурим самех, это значит, что нужно в радости помолиться Всевышнему, верить, что все будет хорошо, прям искренне верить, что все будет хорошо, положиться на Всевышнего, и попросить Его, поблагодарить Его, все, то есть все в руках Бога, но отношения с Богом, путь, по которому человек хочет идти, его ведут, то есть ты выбираешь, по какому пути идти, дальше, медаш адам модэт бам, а дадим ло, та мера, которую человек меряет, меряют ему, и давайте друг другу мерять очень хорошей мерой, себе мерять очень хорошей мерой, и чтобы Бог нам всем отмерял очень хорошей мерой, и чтобы было у нас Хэн в Сэхэль Тов, найдем мы Хэн, приятность, в Сэхэль Тов и хороший интеллект, Бэйней Элутим в глазах Бога и людей. Все, дорогие друзья, очень советую сделать свой личный вывод, запомнить 2-3 формулировки, и их чуть-чуть покрутить у себя в голове после урока, кому-то рассказать, что-то сделать, исходя из этих формулировок, потому что написано, что тот, кто учит для того, чтобы сделать, чтобы сразу сделать, тому с неба помогают учить, обучать, сохранять, запоминать и делать, поэтому сделайте вывод и что-то сделайте. Все, удачи, успехов, шаббат шалам, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok